И сейчас у нас гостья из Ярославля, хороший, приятный поэр Екатерина Глушкова. Давайте! Здравствуйте! Хотелось бы начать, наверное, немножко с философии. Почему, уходя от проблем, мы спешим? А ведь это урок, а потом переходим на век и бежим в темный прориток. Почему часто легче уйти, чем доказывать или решать? Почему мы не ищем пути, и друг другу нам проще толкать? Почему размотать в клубке нить всегда легче, чем снова смотать, а еще проще выкинуть в мусор о прошлом и вспоминать? Почему мы не ищем силы, и обходим термитр свой путь? Неужели можно так просто реку совести перешагнуть? Пусть будет все как будет. Пусть дважды два-четыре, пусть ось вообще не крутит. Пусть новости в эфире, не важно денег сколько, не столь важна дилемма. Не важно танго, полька, законы, теорема, не так все это важно, когда болеют дети. И это жизнь и драма на созданной планете. Все, в общем-то, не важно, когда стареет мама. И это тоже страшно. И это жизнь и драма, когда отец уходит, а он еще так молод. Вот это все важнее, страшнее война и голод. И это жизнь и драма начинается, о чем мечтают дети. О чем мечтают дети на земле? О том, чтоб солнце грело их везде, о небе чистом, о тепле в домах, о сказочных и радужных холмах. О том, чтоб птицы пели поутру, и мама рядышком, как кенгуру. Чтоб с музыкой текли ручьи, везде не возникло мыслей о войне. Не нужно детям денежных хлопот, лишь бы остался тихий небосвод. Семьей на пикник пойти в лесок и провести с друзьями, в чем, конечно, все мечтают о цветах, о замках, принцах и крылатых снах. О настроении радужного в семье, и чтоб все дружно жили на земле. Ирина Глушкова, большое спасибо, что вы приехали к нам, познакомили нас со своим творчеством. У вас прекрасные, позитивные стихи. А я хочу чуть-чуть о программе нашего Дня поэзии. Вот я вас немножко помучу, да? Во-первых, я представляю вас, конечно же, выставки, которые вы видите здесь. Это выставка «Поэтическое Ярославие» и «Пуглические поэты». Эти выставки поставила заведующая краеведческим отделом Марина Васильевна Шайдерова. Давайте ее поприветствуем. Она очень рада. И вот мы, Марина Васильевна, у нас ежегодно, да, все-таки есть тема краеведения, потому что вы присутствуете как бы в небольшой музейной экспозиции. И у нас часть ее посвящена Ивану Захаровичу Сурикову. Вы видите бюст, портрет мы не так давно создали, хотя оригинал хранится в музее. Когда-то был директором музея Гусев Муравьевский. То есть это начало 20 века, а мы сделали копию. То есть имя великого поэта, выключили, забыто. Поэт «Трудна твоя дорога», сказал Иван Захарович Суриков, но тот сказал. А еще я хочу обратить ваше внимание. Здесь вы этой выставки не увидите, но если вы потом встанете и пройдете в читальный зал, то там замечательная выставка, на которую мы с коллегами потратили, наверное, дня два или три. Она посвящена памяти Евгения Евтушенко. Это выставка одной книги «Строф и века». У нас, к счастью, есть эта книга «Строф и века». Она, да, вот такая. Она там есть, она представлена. Вы можете с ней познакомиться. Подарил ее нам в свое время теперешний угреческий благочинный. Тогда он был просто игумен Николай Шишкин. Он и сейчас игумен Николай, а теперь он уже благочинный. И мы представили эту книгу. Мы представили то, как видит Евгений Евтушенко русскую поэзию 20 века. И мы представили также пару полок, посвященных творчеству и биографии самого Евгения Евтушенко. Кроме того, вот тут вот на кафедре стоит барабан. А там поэтическая викторина. Она такая сложная, такая сложная, никто на нее ответить не может. Например, кто написал стихотворение? Сейчас вспомню. Травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весной и всеми нам летит. Кто? Нет! Кто там шепчет Труплещеева? Наталья Вячеславовна знает, кто написал стихотворение. В общем, все такие сложные вопросы, да, очень сложные. Рекомендую вам подойти и испытать, как бы, удачу, эрудицию и все такое прочее. Ответы есть у беспристрастной Маргариты Валентиновны, да, она все проверит. Потом мы также в течение дня проводим акцию, она называется «Поэтическая древа». Наталья Вячеславовна, встаньте, пожалуйста, Наталья Вячеславовна, нарисовала очень красивое древо, но оно у нас, к сожалению, совсем-совсем без листьев. И вот наша с вами, дорогие друзья, задача вырастить на этом дереве листья. У нас все-таки год экологии. Да. Чтобы дерево зазеленело, надо просто написать любимое стихотворение автора и заглавие на зеленом листочке и приклеить к этому чудесному дереву. Если у вас есть настроение, есть там еще что-то, вдохновение, то это стихотворение можно прочитать полностью или четверостишием. А, у меня есть фотоаппарат, у Натальи Вячеславовны есть фотоаппарат, мы это снимем на видео. Вот примерно все, что мы предлагаем вам сегодня, день памяти. А еще, вот я смотрю, у меня тут молодой человек, Евгений Норкин, который... У нас еще есть. У нас есть, но я вот хочу представить вам Евгений. Сначала люди, если одни есть. Тогда давайте люди поднимут руки. Кто у нас хочет выступить? Вот царь Царькова, как представить, да? Надежда Алексеевна Царькова. Да. Воспоминания о своей родине. Называется «Деревня Ивашева». Деревня Ивашева, нет тебя родней, Речка Воронуха, Черемуха над ней, Домов здесь восемнадцать на горе стоят, Дорога вдоль деревни и вокруг поля. Стадо коров пасется привольно по лугу, Старя гусей несется поплавать во кругу, Бегают детишки босые по росе. Вот моя деревня во всей своей красе. В беленьких платочках женщины идут, Кто вилы, а кто грабли на плечах несут. Много накосили сено мужики, А теперь успеть убрать мы. Вдруг пойдут дожди, А за сенокосом жатва, И лен еще потом. Жизнь бурлит в деревне, Идет все через дом. А когда закончится летняя страда, Соберутся в сквачину, И пойдет гульба. Выпьют самогоночки, Закусят огурцом, Спляшут и станцуют, И споют потом. Кто-нибудь частушку с матерком споет, В общем веселиться умеет наш народ. Такая вот деревня в памяти моей, И нет ее дороже, И нет ее родней. АПЛОДИСМЕНТЫ Я сегодня видела, Как он замечательно читал Чужие классические стихи, А сейчас он прочитает Моему реакции. Ну, для начала, конечно, Немного сгрустные моты, Все, наверное, телевизор смотрят, Да, по поводу Питера Тоже все слышали. Меня вот это потрясло, Я посмотрел эти новости, И у меня как-то выдалось Это стихотворение. Как много вокруг проливается ветер, Как много страданий Немного снижения, Кому за все это держать ответ На страшном суде Перед Всевышним. Купцы посчитали Ненужным завет Всевышнего, Словно они сами боги. Они исламисты, Сказали вам, Нет, Они не ищут Каба о худорожье. Страдания тех, Кто терзался в муках, Как зеркало, Отразятся тем, У кого в головах разруха, И они не решают своих проблем. Я с вами, Питер многострадательный, Мое сердце бьется В такт вашим сердцам, Я русский, Многонациональный, И мы сопереживаем вам. Всевышним девушкам Любил, наверное, Очень многие поэты Посвящались стихотворениям, Но я тоже посвятил Своей девушке До сих пор ты радости полна, Бьешься словно в камень, Как руна, Не оставила своих затей, Чтобы было все, Как у людей. Маленькая девочка, С каждыми глазами, Вроде не одна, И совсем не с нами, Дай согрею сердце Теплой рукой, А то мне показалось, Оно волком будет. Нервы ты сжигаешь, Почему зря, Не жалея силы, И себя, Так сгадает порох на костре, Оставляя след лишь в воздухе. Сейчас он живет в Вологде, До этого он жил в Москве, Евгений Норкин. Каждый слой, Где устраивает роль, Кто осваивает руль, Кто настраивает путь, Не устраивает, Вылет путь. Этажи, Жизнь настраивает не для лжи, У кого в роду, Важно здесь листой, Если часто тело без души, Не хочу утихнуть, Дыми путь. Все, вот сейчас следующий. Спасибо. В фарфоре, В фарфоре мед, Мешал металл, Моей рукой подкреплено, Удел занятия столь мал, Что догорало утро Мною изможденно. В окне топился Прошлый лед, Истекая звонко вдоль корниза, Настрой порол во мне Весь гнет, Уйдя зимою без каприза. Погода, как всегда, То шепчет, то зовет, Меняет место к свету числа, И пусть здесь каждому везет, Тому, кто с счастью Сквозь терни мчится. Я китлинга-кот, И сама по себе, Хожу я, победовая, Не лишь в тропе. Деревья знакомые Шлют мне привет, А лучшего дома, Чем в Угличе, Нет. А леди Нистый вид вековых, И тополь Сребристый, Кой-где еще жив, И волжского плеска Негромкий мотив Напомнит мне город Из прошлого. Тих, Спокойный, Скромен был Углич родной, Где пристань, Омытая Молжской волной, Дорожки, Заросшие Всюду Травой, Не слышен Был даже Шум Городской. Удил Поутравный Жгудок Заводской, Свисток Паровоза Негромкий, И в сновь Машин поливальных Ждала Детвора, Чтоб их Окатила, Как душа Вода. И летом Ловили мы Пух-то полей, Машин не боясь, А одних Лошадей, Пригляду Ванчики Дружно В бенки, Природу Мы с детства Знали На ты. Блажен, Кто все Памяти То сохранил, И бережно Помнил До самых Могил, Я, Киплинга Кот, И заветной Тропой Хожу На свидание, Детство Порой. Тут Есть Сноточка, Родилась Вот Тигра, Поэтому Она Китлинга Кот Александра Павловна. Кто Кто Задумывался, Чем Пахнет Углич? Вот Я Однажды Как-то Незадолго После Того Как Мы В 2004 Году Сюда Переехали Я Как-то Новый Житель Здесь После 20-летнего Отсутствия Прочувствовал Чем Пахнет И Вот Что Получилось Чем Пахнет Углич? Вроде Древний И в то же Время Молодой Местами Схож Порой С деревней Но Горда Реет Над Водой Чем Пахнут Дикие Комбайны Изерно Трав Что На Лугу Какие В них Хранятся Тайны И В свежескошенном Стогу Чем Пахнет Гэс Реки Волнения В работе Электротурбин И пузырей В воде Кипения При Спуске Массовых Лавин Чем Пахнут Пристань Пароходы Аллеи Чарующих Гряды Они Все Крашу Год От Года Когда Весна Ломает Льды Чем Пахнет Кремль И Туристы И Деревца Над Головой Ковчега Хор Певцы Солисты И Солнца Лик Над Мостовой Чем Пахнет Домик Неказистый И Белствольный Строй Берез И Говор Ветер Кари Чистый И Плач Дождей И Капли Слез Чем Душ Утронуло Все Это Чем Же Особенность Здесь Дни Ответ Простой В нем Нет Секрета Ведь Пахнут Родиной Секрета В небе Начном Отражаясь Блестят С ночи И до утра Вижу Вещие Сны Город Углич Родной Как отец И Как брат На реке Голтурбин И Ручьем Жизнь Течет Город Мой Господин Никогда Не умрет Смотрит Прошлое Он А Быть Может Вперед Но Под прошлого Стон Грешный Город Живет Крем Стоит Будто Призрак В ночной Тишине отразившись в наклоновшей дерзкой волне в поднебесе, на шпилях старинных церквей я читаю трагедию жизни в данный момент Илья Антонов нам расскажет о смысле этого проекта его предназначения ну и возможно в нем как примем участие то есть собственно формат этого творчества самый простой вот ты говоришь, вот тебя слушают то есть что такое стендап? это формат творчества допустим с ним выступает Михаил Задорованов с ним выступают какие-то товарищи Красян но это все понятно допустим это все юмор что же мы давайте не будем забывать о классике и я конечно первым делом хотел бы попросить прощения что на предыдущий я как бы опоздал но это в общем как бы часть моей вины я признаю в основном как бы виноватка ВКонтакте там чуть-чуть настройки лучше позже, чем никогда да, согласен с вами то есть я конечно такое стихотворение запущено из той же кожи мягко говоря называется чувственность веление сердца и ума взор природы и души сама собою когда он ума притаилась в тишине бледен шепот из глаз молчаливый нежный взор нет не надо громких фраз льется свист на ногу кофе бьется сердце неуемо что любовь ощущение так огромное что неведомо оно раздает всем полный мир выжать мы для группы выражаем все в карьере детство отричество юность все под вас но не надо на то гордость что растащит вранье вот такой момент я конечно еще хочу прочитать сейчас вспомню называется гордыня но я пересматривал смысл вообще этого стихотворения вообще ну оно имеет ли право быть я вам прочитаю да а вы да да гордыня творческая блещет гордыня гребельная суть голодным волком он в чаще рыщет исчезнет может как-нибудь без гордости творящих нету она пронзила всех и вся любовь как урожь за чистую монету вынимает человеческий отряд все нутро наше съедает адреналин гневленный нематой держащим палец сердек всегда чего-то не хотать всем на тракте отдай бессонница гомет тугие паруса я список кораблей прочел до середины сей длинный выводок сей кровь и журавли что наделладой когда-то поднялся как журавлиный клин в седые рубежи на головах царей божественная пена куда плывете вы когда вы не Елена что трое вам одна ахейские мужи и море и гомер все движется любовью кого же слушать мне и вот гомер молчит и море черное визейство и шумит и с тяжким гроботом подходит к изголовью перед своим зверинцем с баронами с наследным крикам король францисс сидел с высокого балкона он придел на полпище сражения ожидая за королем обожаю цветущий приличный взгляд предворный дам выявлялся пышный если я где-то чудак под мысль не удивляйтесь я давно король смахнул рукой дал знать король дал знать рукой махнул и смахнул рукой и грозный зверь из-за решетки когда поставили меня нестройно чудно грезы то никого уж не виня дождей пролез слезы и от невзгод они хранят крещенские морозы силен и волен был бы я в бездонных небесах и птицы ввысь с собой манят в степях полях лесах и тишиной мир объят свет радости в глазах да вот беда сойди с ума да из них тебя придут непонимание путерьма нарушит твой приют и эта тяжкая сума с тобою там иду и ночью а ночью слышать буду я до виска до звонок судьбу извеченную броня не подбирая слов поймите правильный меня и смех у боих оков мы с Марией дополнительно расскажем от следующей дате следующего стендапа и я хотел бы посвятить следующую тему монологи из классики монологи из классики то есть у нас проза и это классика классику мы до революции сделаем были четко монологи до революционная классика потому что чем уже тема тем интереснее на самом деле то есть мы читаем прозу дореволюционную хоть хотите Ломоносов по-моему уже не писал да кто у нас в 18 веке писал прозу родищев точно хоть родищева хоть я не знаю кого приглашаются все желающие все желающие а вот когда мы сейчас подумаем теперь мы смотрим месяц апреля уже как закончился месяц мая после дня победы это естественно будет лучше воскресенье говорите да 21 21 мая мая это суббота воскресенье 3 часа 3 часа 2 6